Всем хло! Это новый выпуск из рубрики «Как стать битмейкером». И сегодня мы поговорим на очень-очень важную тему для русского битбизнеса, а именно продвижение битов в ВК. Хоть и ведение бизнеса уходит для многих на второй план, так как очень большая цена на рекламу, постоянно урезаются просмотры за всякую фигню, и вот эта умная лента, которая всех раздражает, ВК, конечно, отталкивает многих людей в плане ведения бизнеса. Погнали поговорим о том, как продвигаться в ВК. Там будет достаточно много способов, которые отличаются от предыдущих видео про Инстаграм, про Ютуб, поэтому смотрите видео до конца, будет интересно. Подписывайтесь на этот канал, пишите в комментарии темы для следующих видосов, и обязательно, обязательно еще подпишитесь, пожалуйста, на мой Инстаграм. Вот он сейчас где-то тут появился. В ВК, как и в любой другой соцсети, есть два пути развития. Да, один платный, другой бесплатный. Конкретно на свои зимы будем показывать платный метод развития, то есть это таргет ВК, но это будет в следующем видео. Я покажу, как я настроил таргет, что нам это принесло, как вообще это все делается, что делать с этим гарантийным письмом, и все-все-все вы узнаете именно в следующем видео. А в этом видео я расскажу вам про бесплатные способы продвижения ВК, про лимиты, про рекомендации и предостережения. Первые два способа не будут для вас точным открытием, потому что мы уже про них говорили. Первый это комментинг, и в ВК есть очень-очень классная функция, то, что вы можете оставлять комментарии от своего паблика, то есть люди могут залайкать ваш коммент, и он будет висеть на первом месте, и каждый человек, кто видит этот пост, будет видеть и ваш комментарий вместе с ним. Это может привлечь аудиторию, и вот это может быть хорошим способом набрать первую аудиторию. Лимит комментариев к постам в сутки в ВК составляет 100 комментариев. Также давайте еще скажу, что если вы пишете не друзьям, то за 12 часов вы можете отправлять не больше 20 сообщений. И при этом, если вы будете брать все эти лимиты по максимуму, то это точно не гарантирует вам, что вас не забанят или не дадут временную блокировку. Так что пользуйтесь этим методом аккуратнее, но хочу сказать, что он реально работает. Вконтакте очень хорошо он работает. У меня есть знакомый, экзастлер, вот, можете посмотреть в ВК. Он таким образом, просто комментируя посты, набрал себе 9, по-моему, тысяч подписчиков в группе. Я вот прикреплю сейчас скрин. Также в эту категорию мы можем отнести личный коннект с артистами, то есть 20 сообщений в 12 часов, это, в принципе, выполнимо. Вы увидели, например, рекламу нового трека, или где-то можете искать в пабликах, которые люди скидывают треки на зацен. В общем, идей можно придумать куча, где доставать рэперов. Самое главное, стараться находить платежеспособную аудиторию, а не тех людей, кто ворует биты. Третий способ продвижения, и на самом деле, вот, он, мне кажется, наиболее перспективным вообще способом продвижения битов на СНГ-аудиторию. Это вы создаете канал с битами и продвигаете его именно по русским тайпам. Рынок как раз этих битов в России сейчас почти не занят, и на большинстве тегов, даже самых популярных исполнителей, низкая конкуренция. Несколько классных тегов я закидывал в свой телеграм. Например, меня очень удивило то, что у Майота 700 тысяч целевого поиска и очень низкая конкуренция. Ведь IQ дает ему 85 баллов. Я вот 85 баллов реально никогда в жизни, кроме как Майотайбит, не видел. Поэтому посмотрите видео про продвижение на Ютубе. Оно сейчас появилось в подсказке. И если вы хотите выходить на СНГ-аудиторию, Ютуб вам в помощь, потому что он будет вас очень хорошо двигать, так как конкуренции еще особо нет. Четвертое. Очень важно при продвижении ВК разбираться вообще, как работают охваты, что на них влияет. Сейчас дам некоторые рекомендации. Например, никогда не вставляйте ссылки на сторонние ресурсы в ваши посты, потому что, например, я заметил, что если я ставлю ссылку на Ютуб, то показы урезаются раза в 4, наверное. Поэтому, если вам это не нужно, лучше напишите в самом посте. Смотрите, например, на моем Ютуб-канале, ссылка там-то. И так будет больше охват, больше лайков, больше людей это увидят. Еще меньше охвата будет у репостов из других групп. И еще очень большая ошибка, то что люди прикрепляют плейлисты со своими битами к каждому посту, так как записи с плейлистами тоже очень-очень плохо продвигаются в ВК. И, в общем, вам самим стоит выходить на коннект с артистами, потому что рынок битов сейчас реально очень большой, очень сложно пробиться новичку в нем, потому что все делают хорошее качество. У всех есть это. И как раз-таки сейчас, чтобы прорваться, как битмейкеру, вам нужно придумывать что-то другое. Если вы хотите, чтобы я рассказал вам про альтернативные пути развития битмейкера, то, как я вообще это вижу и какие рекомендации могу дать по общению с другими людьми, которые это применяют, и по личным наблюдениям. Пятый способ продвижения, один из самых нелюбимых мной, но почему-то очень многие битмейкеры его любят. По факту, как для продвижения, он дает не очень много, но позволяет вам держать охват и активность на ваших постах на должном уровне. Я думаю, вы понимаете, что сейчас я говорю о беседах поддержки, то есть почти у каждого битмейкера сейчас есть беседа, где просто сплошной лентой идет спам, чьи-то посты постоянно, репосты там, просьбы поддержать и все такое. Мне такое вообще не нравится, я не хочу тратить на это свое время и просить кого-то потратить это время на меня. Но если вы все-таки хотите применить этот способ, заходите просто ко всем там крупным и не очень битмейкерам, и почти у каждого из них есть такие группы, просто вступайте в эти группы, взаимно лайкаете, подписывайтесь, там, репостите, поддерживайте, комментируете других битмейкеров, они вас тоже поддерживают, и вот таким образом вы держите активность в вашей группе на уровне. Шестой пункт, это скорее рекомендация, то есть создавайте больше контента, там, выкладывайте ваши личные фотографии, какие-то студио сэшены, очень-очень много контента можно придумать и выкладывать. Потому что людям сейчас уже не интересно смотреть на просто посты, людям хочется смотреть за личностями, то есть за людьми, как они живут, через какие проблемы они проходят, и как они их решают. Видеть побольше лица человека, там, всякие шутки, и вот все это подобное. Поэтому моя рекомендация, создавайте больше контента, как бы, вот, будьте на одной волне с людьми, пусть они видят ваш рост, ваше развитие, и что конкретно вы применяете для того, чтобы вырасти. И седьмой способ продвижения ваших битов, это самый эффективный на данный момент способ бесплатного продвижения ваших битов, это отметки в пабликах артистов. Если вы залетаете на крупный плейсмент, то к вашему паблику появляется очень большое внимание. То есть, если вы делаете какой-то классный бэнгер, артист вас указывает, к вам люди начинают переходить, потому что они хотят таких же битов, там такой же бэнгер сделать. Подписываются на вас, начинают за вами следить, кто-то, возможно, покупает биты, тут уже как повезет. Но самое, конечно же, проблематичное в этом способе, это как же выйти на плейсмент с артистами. Вот это как раз таки и остается главным вопросом, который вам нужно решить. Способов куча, но чтобы их все протестировать, нужны очень большие мозги, очень классно уметь коммуницировать с людьми, и искать разные пути для того, чтобы продвинуть свои биты. Вот такие способы продвижения в ВК я могу выделить. Считаю их наиболее эффективными и рабочими. Спасибо большое всем, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам было полезно, и вы задумались о каких-то вещах. Всех обнял. До следующих видосов. Скоро увидимся.